всем доброе утро ребята вот такая вот у нас зима поэтому чтобы хоть немножко почувствовать зимнюю атмосферу приходится создавать ее дома что на улице осень полным ходом он не знаю выпадет в этом году снег или нет обычно у нас выпадает очень нередко я все это я иду на станцию привет ребят иду на станции я сегодня наконец-таки иду на маникюр и у меня по планам хочу зайти в магазин купить ванне подарок на новый год пить упаковочку упаковать и у меня еще один есть план но я не знаю выполню его или нет посмотрим же по обстоятельствам я блин привыкла до беременности ходить быстро чуть ли не бегу а сейчас в таком темпе уже тяжело идти так что мне приходится прикладывать усилия к тому чтобы идти помедленнее а идешь помедленнее думаешь сколько я сейчас времени потрачу только на то чтобы дойти до станции мы уже скорее бы уже сдать на права и на машине ездить туда куда мне нужно потому что транспорт и публичный транспорт в принципе удобно все хорошо не сказать что быстро то что пока дойдешь до станции это минут десять-пятнадцать потом пока дождешься поезда не всегда ты приходишь вовремя тоже мы еще минут 10-15 уже полчаса за этих полчаса на машине можно уже доехать до барселоны для того места куда мне нужно ну ладно осталось совсем немножко я сделаю практике сдам экзамен буду водилой а пока а пока электричка ждет меня кстати она еще не приехала а мне еще нужно билет купить закончился мой проездной надо купить призной на 10 я на 10 поездок обычно покупаю и нормально так вот такой у нас аппарат не нужно т-10 на две зоны стоит 20 евро 10 поездок а маги гракулин на торжето вот это счастье стоит 10 евро 20 евро поехали штраф у нас кстати из меня если пройду без этого чека без карточки штраф у нас 50 евро если я не ошибаюсь главное теперь его не потерять и 10 раз я смогу им воспользоваться точнее уже девять раз один раз уже пробила не прошло 15 минут я дождалась свой поезд я уже приехала барселона здесь как обычно какая-то забастовка люди бастуют не знаю из-за чего что хотят ну полиция все тут контролируют ладно так у меня есть время пойти купить ванин подарок и потом став става магазина сразу же на маникюр потому что времени у меня не так много а уже все остальное и сделаю после маникюра хорошо на улице зашла в старбакс купила себе кофеёк так сейчас я попытаюсь аккуратно выйти осталось еще купить упаковку для подарка ваниного но это я уже на обратном пути сейчас мне уже нужно направляться в сторону маникюра не хочу опаздывать мне мастер кстати тоже в положении что нам будет что сейчас обсудить и попить кофе так вот ей добралась до салона где приведут мои пальчики ручки ногтики порядок сделала я себе вот такую вот красную классику а я так довольна супер теперь я с красными ноготками красивыми такими прям рождественским не знам не красный цвет ассоциируется именно с праздниками новогодними поэтому супер идем дальше я пока сидела на маникюре жутко проголодалась теперь я хочу есть значит надо знаете что зайти и что-нибудь вкусненькое перекусить шла я тут шла и здесь по дороге есть кондитерская и смотрите какие красивые тортики я вот думаю на новый год купить какой-нибудь вот дед мороз внутри санта-клаус елочка обалденная вот этот олененок тоже классный тортик и тут вот без эшки продается по 4 евро в общем класс там внутри еще много всего интересного красивого а и здорово но мне так нравится этот торт олененок вообще такой крутой зашла вот этот магазин купила тут ванне и себе разные пижамы и носки чтобы дома ходить в общем да круто такой пакетик большой получился так что так что круто теперь идем дальше мне еще нужно купить упаковку для подарков сейчас как раз тут будет неподалеку магазин эмма называется хэма вот сейчас мы в него зайдем и там все приобретем тут он где-то недалеко должен быть по идее если мне память конечно не изменяет то где-то здесь раз найдем я таки классно классно пижаму вани купила я думаю ему понравится еще вот здесь вот тоже классные пижамы продают давайте зайдем посмотрим что тут есть но тут прям такое все эти комбинезоны разных даже трусы и смотри деньги теплые я уже приехала домой да это тебе а это типа армейские так и красный да я не брала теплые по что у нас дома тепло все большие ну дома ходить нормально что большие тут даже веревочки нет не знаю на смотреть просто я чек сохранить ну как бы чек в пакете если что завтра на крайний случай можно проделать две дырочки просунуть шнурок просто займешься тебе вот и весел на к этим что нам еще же как прикольно кстати классно да у меня есть пижам только футболки пижамы новогоднего счете пижамы нет ну такое рождественское это футболка тебе ну да чтоб он там на свитком будем снимать я в свитерах жарко такая это санта поднял на днях это все мне и на скитам это мне все что я хочу на рождество это еду и такие же штаны на штанах ничего не написано это твои да это под пижаму не скользила по стенам бег а вот это мне это тоже мне теперь там тоже классно и крутые а это тебе это тебе что ты прикопался к этому полиэстеру я не лошу полиэстер а они у него 85 процентов коттон смотри на это кстати что ты себе взяла вон смотри хлопчатая бумажная помоя ищет себе подарок помоя а ты ей космончик не купила? не не брала так тебе еще ничего? нет это тебе это для мужчин один весело другий расстроенный ну как? читай прежде чем задавать вопросы пысяша тут написано до а и после лапы полосы на день этой грустной после чего с нового года? ну да Где-то ногу потерял На Рождество Слушай, для мужчин они заботятся Мужчины Потому что у мужчин побольше ноги потеют Вот они и делают Что такое? Посмотрите на нее Пусяшечка тут лежит, отдыхает Ты лежишь, отдыхаешь А мы пошли с Ваней пить чай Ваня собирается на футбол Так как сегодня же пятница И по пятнице Ваня на футбол Мы тут Мы тут с Ваней обсуждали Что в нашей кухне На нашей кухне Все круто Но единственное, чтобы мы И здесь бы переделали Так это сделали бы теплый пол Что на кухне нет отопления Здесь довольно холодно Я думал, что не было бы Да Соседей Ой, соседей Хозяину назаметно Надо сказать Хотя он нашему хозяину сказал Что у нас батарея не работает Спальня Прошел год Так ничего не изменилось Это точно На самом деле я сейчас С молоком? Не, я просто хочу чай Что? Точно? Может с молоком? А что, ты уже сделал? Не, там просто было Ну ладно, хорошо Цвет не очень прост Ладно, давай с молоком Не, не хотел И Чего я говорила? А, по поводу того, что у нас батарея не работает в спальне Даже Не, ну с другой стороны, это хорошо Мы могли бы сами ее перекрыть А когда хотим Мы могли бы ее открыть А вот ты хочешь А ну можешь Ну мне ночью иногда жарко Я раскрываюсь Ну это да Ну от утром бы я бы включал Ну там так лень вставать, когда на улице Ну хуже на улице За пределами одеяла Это уже улица Холодно, неприятно вставать Но с другой стороны бодрит Так, что я хотел? Молоко Ну у нас на улице На улице У нас последняя покупка молока Мы когда с тобой покупали? Ну, помню Предыдущий Нужна днях, нет? Покупали? Нет, Зай, на выходных На прошлые дни На выходных мы покупали Ты с молоком? Ой, и с медом? С сахаром? Ну, ну есть мед? Ну не знаю Там бутылочка такая стрёмненькая в пакетике Да Это мед Давай я его переливу сюда Ага А я думал это масло Это мед Видите, а что она в пакетике? Ну потому что нам его прислали Это домашний, с пасеки Поэтому она в пакетике Ну Да Ты ответила вам вопрос Прекрасно Ну да, ну посылкой нам прислали И чтобы оно Почему она в пакетике? Вопрос Чтобы если вдруг разольется Чтобы все полилось в пакетик Что непонятного? Пакетик весь дырявый Это он уже дырявый До этого он был не дырявый Кстати, кто спрашивал в комментариях Ребят Этот бочонок для меда и сахарницу В Зарихом мы покупали Она до сих пор там продается? Если бы мне руки трясли Или сейчас, наверное, уже Я не знаю Продается сейчас, нет Выливай, наверное, весь Это будет очень долго А ты нажимай Вот так вот будет очень долго Ну, Зая Зальешь, блин Котик, сейчас перебахнешься Не смеши меня Прибила мы тебе сейчас Что ты наделал? Это все из-за тебя Она смешила меня Ты принимаешь вину на себя? А я-то подбресила Ты меня смешила, не я себя Давай эту сафеточку сюда Надо повытирать это все Ваня уехал на футбол А я тем временем, пока его нет Упаковываю ему подарок Он, кстати, и отвлекла его внимание Этим пакетом с пижамами разными А основной пакет спрятала вот здесь И он не увидел, что я что-то купила Еще дополнительно Так что я сейчас упакую Я зашла в магазин Эмма Купила вот такую вот бумагу Для упаковки С оленями и с этими звездочками, елочками Ну, этот набор был И еще вот такая вот флигированная бумага Потом взяла вот такие вот леденцы Рождественские И вот подарок Я хочу в этом году упаковать коробки Еще плюс убрать их в пакетики Я вот для Вани выбрала такой вот пакетик И еще вот такие вот ленточки Всякие разные, чтобы бантики завязывать Карточки На обратной стороне я буду писать кому какой подарочек И еще вот такие вот прищепочки Тоже мне показались очень симпатичными Потому что сейчас буду как-то его Хочу саму коробочку оформить Красивенько И плюс сам пакетик Сюда что-нибудь еще красивенько повесить В общем, вот что у меня в итоге получилось Теперь вот эту вот красоту Убираю в пакетик Вот так И вот хочу еще Вот тут вот Заклеить скотч И еще что-нибудь повесить Ну что Вот первый подарочек Отправляется Под елочку Вуаля Ну Пума уже тут как тут И очень хочется все понюхать И съесть конфету Да, Пума? Я уже вернулся с футбола И сегодня Ну вы же знаете то, что Когда я ходил на футбол Я говорил то, что Оставил все время на воротах Потому что не был готов Выходить в поле играть Ну иногда так Выходил на немножко Сегодня отыграл практически все время В конце только минут 10 Наверное стоял на воротах И у меня ноги Просто как вата Просто ватные болят Уже я Когда мне нужно было Выбивать мячик У меня даже Типа судороги То есть сокращались мышцы И это значит то, что Ну все Мышца пришел каюк Завтра Я не знаю Буду ползать Не знаю, как я буду завтра Буду ходить У нас завтра Планы есть Такие Не лежачие Не знаю, что они у нас Не лежачие Можно было бы и полежать Мы так прекрасно С тобой две недели Бежим У меня все устраивает В общем И мы сейчас будем кушать У нас блинчики Да, да, да Блинчики Ну я кстати Очень люблю Когда блинчики Их пожарить Они такие Получаются хрустящие Прям И салатик Это я просил Кстати, там очень вкусное масло Катя вам потом спросит Что хочет у вас узнать Да, я вам покажу потом масло И оно очень вкусное Ну короче, потом Потом, да Мы сейчас будем кушать Вредного аппетита И надо это есть Сильно набираться Перед сном В общем, на десерт Я сделала себе ананас Консервированный Прям законсервировала Только что В общем, открыла И я сейчас смотрю Одну блогершу Испанку И она ест Вот такие вот Консервированные ананасы Посыпав сверху корицей Хочу попробовать Никогда не пробовала Таким образом Есть Очень интересно По поводу масла В Амстердаме Я купила Такое вот Фисташковое масло Оно нереально вкусное И оно уже заканчивается Ну тут Где-то вот так вот Осталось И вот Короче, ребят Кто живет в Испании Если вы где-нибудь Когда-нибудь Видели Фисташковое масло Напишите Пожалуйста В комментариях Где его В каком магазине Его можно купить Оно просто Такое вкусное Оно придает Такой неповторимый Вкус Овощному салату Ваня у меня У меня просто В восторге И я знаю Что на iHerb Есть это масло Но я не могу Разобраться С доставкой Потому что У нас в ротиках Нет доставки В Испанию Или что-то там Делать нужно В общем Нужно разобраться Если у меня получится С iHerb Заказать То будет круто Если нет То буду искать Где-то в наших Магазинах Или вот Когда будем путешествовать В аэропорту Я купила Это масло В Дьюти Фри И блин Оно очень вкусное Так что Если вы ее не пробовали Попробуйте обязательно Это очень-очень-очень вкусно Мы посмотрели Открытый микрофон Я сейчас иду Монтировать влог Так что Ребяточки Всем спокойной ночи И всем Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok